Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Все знают, что католическое Рождество отмечается 25 декабря, но подготовка к нему начинается чуть ли не с начала декабря. Город начинает преображаться, устанавливаются иллюминации, елки, праздничные вертепы. Посмотреть на всю эту красоту в Рим в декабре приезжают многие туристы. В городе начинает царить праздничная атмосфера и суета. Особенно нарядными в эти дни выглядит Ватикан. На площади устанавливают елку высотой не менее 30 метров и рождественский вертеп с фигурами в натуральную величину. 24 декабря в соборе Святого Петра проходит одна из главных мес года. Вечерняя праздничная месса начинается в 9 часов вечера. Сейчас раннее утро, 24 декабря. Я пришла в собор Святого Петра посмотреть на рождественский вертеп. Его открывают накануне Рождества. Давайте подойдем к нему поближе. Посмотрите, как тихо и спокойно утром в соборе Святого Петра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рождественский вертеп – это сцена Рождества Младенца Иисуса. Маленькая пещера, в ней хлев. Там три основные фигуры – Дева Мария, Иосиф и сам Иисус, который появляется в Яслях в ночь с 24 на 25 декабря. Помимо них в рождественском вертепе часто есть пастухи, волхвы, ангелы, а также разные животные – овцы, козы, ослы, быки. Посмотрите, какой красивый вертеп в соборе Святого Петра. Вертеп будет находиться в соборе до 7 января. Субтитры создавал DimaTorzok По прямой от вертепа дойдем до алтаря Преображения, так как многие из вас спрашивают, где в соборе Святого Петра находится последняя картина Рафаэля. В соборе Святого Петра находится копия картины Рафаэля Преображения, а точнее мозаика. Из-за большой влажности воздуха в соборе картину перенесли в музей Ватикана, а на ее место установили мозаичную копию. Картина Преображения не была закончена Рафаэлем. Ее заканчивали ученики Рафаэля уже после его смерти. В конце XVIII века Наполеон вывез картину Преображения в Париж, и только спустя несколько лет ее удалось вернуть в Рим, и сейчас она находится в музеях Ватикана. Алтарь Преображения находится слева от главного алтаря. Главный алтарь, на котором может служить службу только Папа Римский. А над главным алтарем находится шедевр Бернини – балдахин 29 метров. Знаменитый купол работы Микеланджело. Его диаметр 41 метр. Даже не верится, что через несколько часов здесь будет очень много народу и будет проходить рождественская месса. А пока вот такая тишина. Статуи Святого Петра приписывают чудотворные свойства, поэтому многие паломники стараются прикоснуться руками к бронзовым ногам скульптуры. Люблю приходить в Базилику Святого Петра в праздничные дни, когда она хорошо освещена. Вы только посмотрите, какая она красивая! И я вновь возвращаюсь к рождественскому вертепу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Камеры готовы для съемок рождественской мессы. Пьета Микеланджело, которую он создал, когда ему исполнилось всего 25 лет. И это единственная работа скульптора, которую он подписал. Справа от Пьеты находится святая дверь. Изнутри собора святая дверь замурована бетоном. Мы видим закрепленный на ней бронзовый крест и небольшой квадратный ящик, в котором хранится ключ от двери. Дверь открывается каждые 25 лет в юбилейный год. В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет. При выходе из базилики не пропустите мозаику Джотто на Вичелло. Эта мозаика датируется началом XIV века. Какое сегодня прекрасное и солнечное утро. Сейчас 9 утра. Святая дверь, которую я только что вам показывала изнутри базилики. А сейчас я вам покажу, куда нужно идти, чтобы подняться на купол собора Святого Петра. Доходим до указателя, а здесь прямо по дорожке до самой кассы. Сверху. 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 Билет на купол собора Святого Петра можно купить за две цены. За 10 евро и за 8. Заплатив 10 евро и воспользовавшись лифтом, вам предстоит пройти только 320 ступеней. Заплатив 8 евро, вам предстоит пройти 551 ступеньку. И еще. Билет можно купить только за наличные деньги. Я сегодня хотела подняться на купол собора Святого Петра, но у меня была с собой только карта, и мне отказали. Жаль. У меня был свободный час, хотела показать вам Рим и Ватикан с высоты купола собора Святого Петра. Ну тогда в следующий раз. Этот балкончик в соборе украшает только к Рождеству и к Пасхе. Скульптура Святого Петра, которая находится у входа в собор. Она встречает и провожает всех пришедших. Сегодня я пришла в собор Святого Петра посмотреть на вертеп. А сейчас я направляюсь на рождественскую выставку «100 вертепов Ватикана». Она проходит недалеко отсюда. И сейчас я вам покажу, как ее найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я сейчас нахожусь на улице Кончеляционы. На углу Верделя Кончеляционы 7 находятся вот такие рекламные щиты. Проходите и заходите вот в эту дверь. Рождественская выставка называется «Сто вертепов Ватикана». Вход туда бесплатный. Выставка открывается в 10 утра и работает до 8 вечера. Кто будет в Риме до 12 января 2020 года, обязательно сходите туда. Начиная с 1976 года в Риме каждый год проходит вот такая рождественская выставка. Она нравится не только детям, но и взрослым. Вертепы, представленные на этой выставке, сделаны из самых разнообразных материалов, даже из пенопласта и виниловых пластинок. А также и по величине разные. Есть большие, а есть маленькие, которые можно рассмотреть только с помощью увеличительного стекла. А вот как раз и самые маленькие вертепы рождественской выставки. Продолжение следует... вертеп из дерева, а рядом находится вертеп из пенопласта. А это вертеп из виниловых пластинок. Рождественский вертеп, сцена, изображающая сцену рождения Христа, гораздо старше, чем традиция украшать еле игрушками. Считается, что первый вертеп создал Франциск Осиский в 1223 году, и его идея получила благословение тогдашнего папы. А самый старый вертеп в Риме сейчас находится в одной из папских базилик – в базилике Санта-Мария-Маджори. Если у меня получится, то я вам его покажу в следующих моих видео. А пока предлагаю вам рассмотреть вертепы, представленные на этой рождественской выставке. Вертепы из соломы, вертепы из соломы, вертепы из соломы, из соломы, вертепы из соломы и вертепы из соломы. В нёме Нем excess paid в obwohl поджимая Вертепы так хорошо проработаны, что хочется в окна каждой комнаты заглянуть. Посмотрите, а на балконе даже голубь сидит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...